На понедельник, 22 июня, запланирован внеочередной саммит лидеров ЕС, которые предпримут последнюю попытку предотвратить банкротство Греции. На прошедшей неделе греки с рекордной скоростью снимали деньги со своих банковских счетов. Только за пятницу было снято около полутора миллиардов евро. В сумме на этой неделе греческие вкладчики сняли со счетов около пяти миллиардов евро, вынудив ЕЦБ совершить экстренное вливание средств в финансовую систему Греции в размере почти двух миллиардов евро. Ранее ЕЦБ уже заявлял о своей неуверенности в том, что греческие банки вообще откроются на следующей неделе. Банковский кризис в стране стал приобретать вполне реальные очертания. 18 июня на встрече министров финансов еврозоны последняя попытка Греции спасти ситуацию по-своему провалилась. Афины не соглашаются на требования Брюсселя усилить меры жесткой экономии в обмен на дополнительную финансовую помощь, в которой Греция отчаянно нуждается. Мы послали четкий сигнал нашим партнерам и организациям, предоставив всестороннее предложение. Если его примут, оно может в короткий срок устранить кризис в Греции раз и навсегда. Но европейские казначеи убеждены, что именно на Афинах лежит вина за критическую ситуацию, ускоряющую приближение дефолта и вероятность выхода Греции из состава еврозоны. Я считаю, что нам не был представлен действенный и надежный план. Мы ждем от греческого правительства конструктивных встречных предложений, но пока они не были сделаны. Мы надеемся, что греческие власти используют следующие несколько дней для того, чтобы предложить конкретные, а главное, выполнимые меры. Новый раунд внеочередных переговоров на высшем уровне, назначенный на понедельник, может стать решающим. По словам греческих властей, они готовят новый план, предусматривающий некоторые уступки кредиторам. При этом Афины продолжают выступать против мер жесткой экономии. Министр административных реформ Греции рассказал РТ, в чем кроется причина этих убеждений. Мы не хотим продолжать меры жесткой экономии. Они как смертельный яд. За рецессией идут новые меры строгой экономии. Потом следует новый виток безработицы. И снова меры. Так было на протяжении последних пяти лет. Это не работает, нам нужно что-то другое. Мы готовы вести диалог с партнерами, но не намерены следовать по пути, который совершенно очевидно не приведет греческий народ ни к чему хорошему. Мы хотим достичь справедливого соглашения, а это значит, что не должно быть очередных мер жесткой экономии. Мы не хотим, чтобы все время снова легло на плечи самых бедных и уязвимых слоев населения. Нам нужны социально справедливые меры. Мы хотим достичь справедливых слоев населения. Субтитры создавал DimaTorzok